добрый вечер сергей добрый вечер мы в эфире я их одену когда у меня роговица пойдет вдруг там не испорчены там чуть-чуть если вдруг мне почувствую я одену так я не люблю в очках сидеть и интервью давать что мне всегда до мешает и стоял серия бачка бачках я без очков ничего не вижу а вы в очках-то для зрения а у меня очки для то есть я далеко вижу поэтому мне не надо там специально очки а вот против света или когда такое реально студийный мощный свет ну у вас вроде он такой не отличный не очень мощный поэтому может быть они не понадобятся на всякий случай протер а вы ведь я так понимаю только недавно вернулись с кипра да да я был на отдыхе за очень много лет я первый раз много это за сколько отдохнул обычно я выезжал каждый год по работе у меня либо концерты там даже модно по набережной давать концерты ты например выступил вечером два дня отдыхаешь следующие следующие два дня или через день ты выступаешь другом отеле там другая публика и так ты все побережье там отработал и типа отдохнул ну я так понял что это никакой не отдых потому что тебе все равно в отеле не дадут отдохнуть после выступления все он тебе будут там мозолить глаза и попросить просить что там давайте там то давайте то давайте поужинаем вот и поэтому это был не отдых это как разе ужинать это просто работа но ужин плавно переходящий в завтрак а на следующий день через день концерт и ты уже шарпея включил и что это что на сцене так не очень круто и то есть не получается отдых во время работы по-любому вы уже ты на нервах то не тот костюм то не та сцена то не тот звук то не тот свет и короче так не отдохнешь это просто обман что ты отдыхаешь а на этот раз я решил что я не буду давать никакие концерты я просто отдохну я поехал с друзьями моя подруга паула тоже певица поехали с ней у них там недвижимости короче мы там это рядом все с очень дорогой не в отеле были нет и правильно я сделал что не в отеле ну конечно там небо вообще был конец ужинать завтрак это ой нам звездом уже знаете как тяжело да пятизвучные отели завтраки обеды ужины это же кошмар какой-то только похудеешь на три килограмма наберешь девять это как потом не вылезаешь из спа процедуры или вы не набираете набираю я набираю моментально так люблю поесть на отдыхе на нервах все время ем а пить на отдыхе пить что пиво то чё в вес набирается от пива нет ни ну пиво я вообще пиво люблю ну у меня есть одно место где я пиво пью не 2 это либо в чехословакии либо в милане там у них в тавернах очень вкусное пиво и очень вкусная еда но не там где иностранцы в милане в милане вот в их в их как это сказать местных где местные едят там вкусное пиво если заказываешь пиво там какое вкусное итальянское а я не знаю какое оно его местные пьют и я пью и вкусно и хорошо это к темное они смешивают темное со светлым я тоже такое попробовал еле до номера потом дошел ну хорошо так от пива сильно можно поправить от пива но я поправляюсь не от пиво я прошу пиво пью очень редко я поправляю скорее всего от того что ты расслабляешься ослаблен расслабленный организм а поесть хочешь все вкусно ну какие у нас морепродукты это уже погибшие уже трупные какие-то морепродукты да замороженные отмороженные и так далее а там то они еще живые ты их ешь и вкусно поэтому я набираю конечно от рыбы наверное вот свежего воздуха йода много мне например открывается голос круто круто потому что йода много в воздухе когда голос зависит от йода а солнце тут-то у меня вечная ангина все на нервах нам звездам вообще нервничать нельзя а на раму нервничать нельзя а когда блонд а где кстати кот кошка кошка едет ели кошка по за кошка в пробках тоже это из моя кошка или у меня кот будет кто у меня и даже не знаю каждый раз из приют при привозит раз уж у кого привезут того да может вообще не привезут никого да ну я думаю у меня уж котенок какой-нибудь доброе дело сделать а у вас есть кстати животные у меня последняя была лужка йогашки терьер тогда было модно йогашки терьеров заводить но она очень умерла такой тяжелой смертью что я после этого не могу никого завести нет такая трагедия после нее и я эти глаза помню и все помню и как она уходила помню и никак не могу серёга припёрка кого-то он припёр какую-то собачку она серёга как сын старший принято собачку и так жалко было она какая-то нереальная порода там ужасно дорогая ему там подарили а кто за ней сейчас ухаживать будет я на гастролях он на работе тимофеевна у меня в отпуске на байкале и кто будет следить за ней это собака она мне за один вечер все по пересыла и чуть не делать огнем всего в воде не могу я это все досмотреть вы какую-то грустную историю про голуби рассказывали которого вы хоронили то есть а вчера хочу улыбаетесь на правда грустная история меня смешите сейчас голуби какая-то проблема с голубя да и они все мрут да а я то не знал я себе выхожу в образе машина там за углом припарковаться нигде было мысли я выходим я смотрю лежит голубь я такой не понял близко подошел а вот так а он еще горячий ну я понял что вы раздавили я глюсь от чего-то какой-то знак давай его хоронить она год не когда уже ехать не давай пока не похороним я пошел у строитель спер лопата лопату спер у строителей значит в этой обуви копать нереально я выкопал там как мог под деревом а там такие корни лопатой нереально в общем я продолбил эту ямку его в салфетке похоронил и оказывается что какой-то какая-то эпидемия и они короче как мухи ходят у них реакции никакой и дави дави не хочу а я не знаю там такое место как можно было раздавить можно было притормозить там же скорости нет никакой а водители видно бдительности вообще никакой нет то есть они все равно они давят хоть кошек хоть собак кого но понятно что эпидемия ну тормозни так пока мы ехали до того места где у меня съемка штук пять увидели раздавленных действительно я так понял эпидемия поэтому уважаемые водители будьте осторожны но это все-таки живые птицы а вы не сами за рулем до вас водитель то я вообще себя за рулем не представляю ну как за рулем поговорить по телефону смотреть зеркало и вести машину это как одновременно смотреть зеркало там необходимо просто когда машину ведешь я не могу одновременно делать вообще надо всегда выбирать или ты умный или красивый ну чё париться и туда и туда я выбрал бывает что совпадает это в вашем случае совпало моем нет ну давайте от меня отойдем скажите вот в машине допустим у вас есть водитель вы чем занимаетесь вы там в гаджетах сидите вы музыку слушаете вы сочиняете стихи вот чем я сижу в машине когда вот гаджеты а ну говорите в гаджет гаджета там вот шайтан машина как мне нет нет я люблю во первых это все такое ехать машине все равно даже если пробки так очень короткое время тогда что подготовиться там от одного мероприятия к другому мероприятию либо это какая-то съемка поэтому надо подумать вопросы ответы что такое все-таки это работа мы же с вами ни о чем не договорились нет в которых в которых да в которых вот например месяц пригласили там на один канал и там они у них четко четкая позиция что мы делаем вот это так а если там две страницы но если поскольку я красивым отношусь мне две строчки запомнить а две страницы и что я буду рулить и учить нет так я все равно не выучен ну хотя бы я буду в курсе событий это уже мне надо да потом по телефону вот мне на люся там на присядец на мозги там надо то надо то надо то ли это кто подруга моя короче я весь на нервах пока доеду а понятно что вы это должен быть водитель рядом одному мне конечно не ряду водитель вас ну какой-то вот взрослые дяди не на пенсии но взрослые а водителю в курсе всех ваших дел вы даете себе отчет что вот водитель на самом деле лучше знает о вашем распорядке чем там все папарацци вместе взятые что но вы должны доверять этому как бы человеку полностью у меня как только есть чуйка что надо это быстренько меняем а у вас много вообще персонал уважена и на счетом домработница есть там у меня были хорошие там домработица как мне казалось они все тырили прошу меня тимофеевна их быстро сделала до свидания вот а потом как-то мы после того как вот еще одна у меня была женщина работала после нечет как никого не завели а вот сейчас мне нашли такую взрослую взрослая сколько с каком момента взрослый мне не удобно было спрашивать сколько ей лет понятно у нас же есть представление то обычно как у нас они не переживаются почему я там на перад ну смотрел она в моем халате на фоне одной картины на фоне другой то на моем диване в моем халате чё на фоне меня фотография готия зачем такие фотографии она объśmy для себя на память ну все до свидания а где емbs выкладывать в социальных сетях где не это выкладывается но это вами моем халате звездном на моем звездном диване и на фоне моим звездного меня на картине. Ну, слушайте, это не сильно круто. А у Звезды есть аккаунты в социальных сетях? Почему меня смешите все время? Нет, я не смешу. Мне просто интересно, я не нашел вас в Фейсбуке. Там много Сергеев Зверевых, но вас нет. Вы есть в Фейсбуке? Нет? У меня в Одноклассниках мы насчитали, что это около 70 меня. Все фальшивы. А меня нет. Так. Вот мы сейчас скажем, и все будут знать, что это все фейк. Да, и в Одноклассниках почему-то мне говорят, мы там тебе писали, ты там. Да меня нет. Я так думаю, что и мои Одноклассники общаются с теми Одноклассниками, которые не мои Одноклассники, да? То есть я так понимаю, что те, наверное, что-то им отвечают. Я так понимаю, да? Если в Одноклассниках там, так я не понимаю, что они им отвечают, моим Одноклассникам. То есть я своих Одноклассников не видел уже очень много лет и никого не слышал и не видел. Но я так думаю, они там общаются, о чем не знаю. Но меня нет в Одноклассниках, это точно. Вы ведь на самом деле такой совсем, получается, не сетевой человек, то есть вы не занимаетесь. Какой я сетевой? Вы на меня посмотрите. Я и сеть. Скажите, а у вас много двойников? Двойников очень много во всех городах. Я так понял, и во многих странах тоже. Так. И с некоторыми из них я даже знаком. Очень хороший двойник у меня в Украине и не один. Вы двойников имеете в виду с профессиональной точки зрения или просто похожих на меня? Нет, с профессиональной точки зрения. С на точки зрения они очень хорошо работают, знают материал, знают все мои последние типа «Звезда в шоке» выражения. Это вся страна знает. И они, кстати, очень так прилично работают. В Санкт-Петербурге очень хороший у меня двойник. В чем у меня двойник и мальчик, и девочка есть. В Санкт-Петербурге. Девочка меня пародирует круто. У нее голос, конечно, там ничего не ахти, а вот на сцене так не отличишь. Но вы с ними не судитесь? Если вас это не генерирует? Ой, как это сделать? Вот что? Вот есть те, которые… Есть бренд Сергей Зверев, да? Получается, что есть люди, которые на этой торговой марке зарабатывают деньги, которым вы могли бы заработать. И таких очень много в городах. Но эти-то безобидные, о которых я сейчас сказал, они просто там для себя, там так в кураже, потому что они мои, скорее всего, поклонники, чем двойники. Хотя могли бы быть профессиональными двойниками. А вот есть двойники, которые профессиональные, конечно, они скрываются, я с ними не общаюсь, они не выходят никак на контакт, и бесполезно. Такой же красивый, в блестках. Таких красивых больше нет, я считаю. Ну, понятно, да, но сейчас все тюнинг делают под меня. И я, короче, сначала, понятно, что это был шок, и я не знал, что делать, потому что гонорары, они же бесплатно никто не работают, они работают за деньги, за очень хорошие деньги. Короче, звезда теряет, да? У вас запущено, все. Прето, смотрите, я ведь знаю, что вы благополучительностью занимаетесь. То есть вот звезда… У меня мама из детского дома, поэтому у нас и родственники… У меня не богатые родственники, они в деревне живут, в поселке, но все как-то привыкли, все помогают. И это для нас, для нашей семьи не является каким-то таким, типа, подвигом. Это нормальное явление, и, в принципе, многие боятся заниматься боготворительностью. Почему? Потому что думают, наверное, это очень тяжело, сложно, и на это надо иметь огромные деньги. На самом деле, что нужно детям? Вопрос. Детям, в первую очередь, нужно внимание. Так же, как и дома в семье. Угу, правильно. Поэтому здесь не обязательно ваши доходы, здесь важен подход. Я, например, многих привлек к этому, например, мои подруги, которые там есть же обеспеченные, если не очень обеспеченные, есть просто нормальные, да, просто об этом они не в курсе были. Я их собираю в один день, мы едем, закупаем там йогурты, всякие сладости, все, что хорошего качества, потому что все, что для своих детей в семье покупаем, то и им. И приезжаем, накрываем стол сладкий, там и фрукты, и соки, и все, что вот самое-самое нереальное. Вот. И устраиваем праздник. Дети, конечно, благодарность устраивают праздник нам. Ну, что они там, поют, танцуют, как могут. Но в следующий раз мы говорим там, например, ты выучи стихотворение, подготовьте там песенку. И так происходит развитие. Они очень переживают, готовятся. И у них еще на одну ступеньку, там говорить лучше стали. Там девочка, например, плохо говорила, вообще была не говорящая. Она реально заговорила там за полгода, хотя была до этого в другом детском доме, но заговорила буквально за полгода, потому что развивалась, на нее очень так хорошо надавили, нажали, давай, давай, там получается хорошо. И она даже запела. Ну, понятно, как она запела, но кто поет лучше меня сейчас, да? Но запела. И внимание, внимание, и вот это еще раз, внимание. А вы знаете, что высокий пилотаж, это не сколько потраченных денег, а высокий пилотаж, когда после твоего визита усыновляют. У вас есть, да, в этом смысле какая-то статистика, что... Ну, как-то статистика некрасиво как-то сказана, но смысл, понял я, да. Есть такое дело, но у нас очень сложно с телевидением в плане. Дети не очень любят, когда приезжает телевидение, пресса приезжает, они замкнуты сразу, они не хотят разговаривать, поэтому очень сложно. А все-таки говорят, что там еще со стороны я слышал, зачем травмировать детей, об этом говорить, это они пиарятся, об этом не говорить надо, об этом надо кричать. И кто-то, может быть, услышит. Это я вам так, на минуточку, на будущее. Что такое говорить? Просто кричать на весь мир, потому что я так делаю, и действительно, после какого-то интервью, которое такое вяло текущее, неинтересное было, и вдруг я заговорил об этом, да, очень важном, кстати, и правда, люди, которые вообще не задумывались никогда об этом, вдруг задумались, потом меня нашли, говорят, слушайте, мы решили так, мы подумали, может быть, мы усыновим, вот мы готовились к этому, наверное, вот посоветуйте, что нам как пойти, какой шаг сделать, и я начинаю там, вот, вы знаете, надо поехать, не бойтесь, надо приехать, посмотреть самим. Вот мы видели на фотографиях, там вот такая девочка в углу стоит, я говорю, вот, поезжайте, посмотрите. Ну, так много вопросов, много ответов, я стараюсь на все ответить, и смотрю, уже взяли там вместо девочки мальчика, вот недавно взяли двух мальчиков, потому что им понравился мальчик 8 лет, а оказалось, у него еще брат 16 лет, а разлучать нельзя, и они так обрадовались, потому что они уже в возрасте, и 8 лет все-таки поднимать, а тут еще брат постарше, и они так с удовольствием, и дети довольны, и они вместе все, то есть такая большая радость. Еще вы храм какой-то строите, по-моему? Нет, я ничего не строю, я дело в том, что у меня есть мечта такая, что я, когда я родился, я родился на Байкале, и воспитывался я в деревне у бабушки и у тети, и там я еще запомнил, и мама моя помнит, что там был храм, очень красивый, золотыми куполами, он был весь, я его помню, стены были разрисованы, и какая-то синей-голубой краской покрашена лестница, я ее тоже застал в детстве, уже не было стекол, уже не было икон, но все это красота вся была, и в 70-е его, конечно, окончательно разрушили, и там остались только стены. Там библиотека была, спортзал, потом что-то еще было, периодически все это разворовывали, снова появлялось, но стены остались. У меня мечта, естественно, его построить, достроить, восстановить, реставрировать, но один храм, наверное, недостаточно, потому что все-таки там должно быть построено, скорее всего, монастырь, либо мужской, либо женский. Почему? Потому что там место располагает, к монастырю. И когда монастырь, значит, храм будет охраняем, он будет всегда при хороших руках, при присмотре. То есть я так подумал, что мало его реставрировать, надо все-таки там делать монастырь. Не надо сейчас думать, что я для себя это делаю, я это делаю вообще для людей. Но, в принципе, я так подумываю, чтобы и людям было хорошо. К чему я это рассказываю? Да, к чему. Потому что, может быть, кто-то сейчас услышит? Да, наверняка. Все-таки одному, вы знаете, как это все, это же тяжело. А может, кто-то услышит, может, кто-то с Байкала, может, кому-то интересно, потому что места там красивые. А вы крещеный? Да. В принципе, да? Да. Вы верующий человек? То есть вы ходите в церковь? Ну, а как? А вы не ходите, что ли? Я нет. Я так напрямую общаюсь с создателем. Так напрямую это... Общаться это хорошо, но все-таки вот у меня, например, Илуховский храм люблю в Москве. Мне когда очень было... У меня были очень сложные времена. Несмотря на то, что я так легко, наверное, окажусь тогда, что так все легко и красиво, были очень сложные времена. Мне именно Илуховский храм помог. Я туда очень часто ездил, потому что рядом жил. Ну, не совсем рядом, но поближе, чем сейчас. А сейчас у меня монастырь возле дома есть, в Алламске. У вас юбилей ведь был в июле, да? У меня? Да. Ну, как вы думаете, у меня вообще слово юбилей подходит? Ну, а почему нет? Юбилей это обозначает праздник. Вам слово праздник очень подходит? Нет, мне праздник подходит, но мне вообще не подходит слово бенефис. У меня так бесит. Я что, артистка на пенсии? Или что такое, почему бенефис? Я говорю, давайте бенефис вам сделаем. У меня такой смех. Я говорю, слушайте, я только после свежего тюнинга, не надо меня смешить. Вот. Или, например, давайте вам юбилей. Юбилей. Это уже у меня слово. Я печенье юбилейное из-за этого не ем с детства. Это же название жуткое. То есть вы никак не отмечали? Нет, да ко мне вообще никакого отношения не имеют. Это чур-чур. Понятно. Хорошо. Тогда такой вот, ну, очень необычный вопрос. Орден мне не надо юбилейный. Да, я уже понял слово юбилейный. Пенсию тоже не хочу. Расскажите про ваши творческие планы. А что с ними? Ну, есть они или нет? Ну, я надеюсь, это не с юбилеем связано. Вам виднее. Нет, это же ваши планы. Слушайте, молодая звезда, процветающая. Ну, кое-чего. Творческие планы? Да, что у звезды будет в ближайшее время? Творческие планы. Сейчас, кстати, я доволен всем. Я живу в центре Москвы. Мне все хорошо. Ну, представляете, после того места, где я жил до того года, мне это просто рай. Мне так хорошо. Как прекрасно, что у нас есть люди, которые всем довольны. Я доволен всем. Насчет планов. Да. В связи с этим, что я всем доволен. Я так понимаю, ну, вот альбом, например, да, сколько лет? Лет. Одиннадцатый год, как я поп-звезда. Так. Первый альбом продан сразу. А потом, когда пошли эти интернет дела, альбом зачем? Когда все есть в интернете. Ну, да. Ну, разве что для поклонниц, для поклонников какой-то один альбом. Я так хочу просто сделать, как типа альбом-открытка. Даже поклонники, поклонницы, вот все, вот даже у вас все хотят, чтобы я альбом подарил. А его нет. Поэтому такой подарочный, может быть, я сделаю. Ну, это мне так в ближайших планах. Участие в кино, например, мне предложили, ну, там, понимаете, мне такие в фильмах роли предлагают. Поэтому мне неинтересно. А что касается там участия там каких-нибудь там больших проектах, я с удовольствием снимаюсь там в каких-то проектах. В Украине, в Казахстане, где-то еще здесь как-то тоже предложение есть. Может быть, я, конечно, снимусь в каком-то таком проекте интересном. Ну, и такие вялотекущие проекты, там типа, Сергей, мы вас хотим пригласить на коньках. Я говорю, вы знаете, я ни на коньках, ни на паркете, ни на шесте не танцую. Ну, потому что у меня есть уже определенное свое, чем я занимаюсь. Поэтому неинтересно. Ну, что ж, я желаю, чтобы у вас все-таки состоялся какой-то большой проект. Обещайте, что вы обязательно придете. Да. А что вы так съедите-то давно сегодня? Мне просто хорошо, вы подняли настроение. Мне очень жалко, что не доехала наша кошка, потому что мне кажется, что ее обязательно бы с вашей подачей взяли. С моей подачи бы улетела бы сразу. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо, что меня пригласили. Спасибо, что вы пришли. Да, и всем здоровья, счастья, любви, процветания. Сегодня я получил удовольствие. Огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо.